Актриса и режиссер. Она подарила нам принцессу цирка, сватовство гусара и, наконец, гардемаринов. В рубрике «События и люди» Светлана Сергеевна Дружинина. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях народная артистка России, актриса, режиссер, сценарист Светлана Дружинина. Светлана Сергеевна, мы с вами беседуем в Риге. Часто ли вы бываете в нашем городе? И, увы, к сожалению, достаточно редко, по крайней мере, чаще хотелось бы. Какие-то ассоциации, возможно, у вас есть с Ригой? Да, да, да. Ассоциация самая такая яркая, самая запоминаемая во всех красках и чувствах, и запахах, и цвете. Это юность, это студенческие годы, это наша в ГИКовской волейбольной команда. Мы с моим мужем-оператором Анатолием Акасимовым, он был капитаном мужской сборной в ГИКа, я капитаном женской сборной в ГИКа. Светлана Дружинина – профессиональная актриса. Она окончила актерский факультет в ГИКа. Но что даже важнее, она актриса народная, всеми любимая. Надя, Соня, Анфиса – эти роли принесли ей славу и любовь зрителей. Ее актерская карьера стремительно развивалась, но грезила она совсем другим – режиссурой. Я не кокетничая говорю о том, что я, поступив на актерский факультет, начиная сниматься непрофессиональной актрисой, вот в картине «За ветрина универмага», я вдруг была очарована этой атмосферой. Я подумала, боже, какая потрясающая профессия, как она аккумулирует в себя все творческие начала. Актерское мастерство и поэзия. И я, конечно, заболела вот кинорежиссурой. Светлана Дружинина – ребенок из неблагополучного района Москвы Марьиной Рощи. Волею судьбы чудом ли, но эту хрупкую девочку ангел-хранитель взял под свое крыло уже в раннем детстве. Как будто бы за темечкой Господь взял меня, вытащил на самый олимп искусства, творчества и труда, и терпения. Потому что если вы приходите в балетное училище, испытываете этот фантастический труд, терпение, когда ноги в мозолях и в волдырях и в крови, когда действительно вы знаете, как выступает кровавый пол. Конечно, это уникальное совершенно образование и воспитание. Балетная школа и преподавательница из балерин императорских времен, подмостки Большого театра, звездные роли в кино, первые шаги в режиссуре и, конечно же, Гардемарины. Именно Светлана Дружинина – режиссер этой легендарной саги. Она подарила нам Гардемаринов. А Гардемарины подарили ей любовь к исторической теме в кино. После завершения работы над последней частью Гардемаринов Дружинина приступила к масштабному историческому проекту, которым занимается вот уже 11 лет. Это киносериал «Тайны дворцовых переворотов». Красивая, утонченная, интеллигентная женщина в жесткой и неумолимой профессии. Успешная, яркая карьера, любовь и признание. В чем же ее секрет? Она говорит, что не знает. А ее жизненные принципы и рассуждения дают совершенно точный ответ. Я работаю, как мне кажется, и я стараюсь очень честно. И группа у меня такая же. И с актерами я также дружу и работаю. И с музейными работниками я также работаю. Я стараюсь никого не подводить и не обманывать. Это мой завет всем. Делай, что должно, и будь, что будет. И тогда все получится. Спасибо вам огромное за столь интересную беседу. Было очень приятно вас увидеть. И очень надеемся встретиться с вами снова в Риге с вашими новыми фильмами. Дай бог. Спасибо вам, Дианочка, за приглашение. Желаю всем гражданам доброго здоровья, всех благ. И обязательно встречу с вами. До свидания.